А я значит снимаю для вас новое видео. Не знаю точно когда именно это видео выйдет, но кушаю я сейчас. Всем привет мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. С вами Айка Эмили и сегодня мы с вами будем кушать. Кушать мы будем макароны, потому что очень часто в моем инстаграме мне девчонки и мальчишки тоже писали, что Айка у тебя не было макарон. Я реально посмотрела свой канал и действительно никогда, ни разу у меня не было макарон. Кто-то пишет, вот ты повторяешься и так далее. Пожалуйста! Никогда в голову не приходилось снять макароны и они не просто, они еще с сыром плавленым, он просто здесь внизу и уже расплавился. Небольшая у нас здесь порция, всего ничего. Столько всего хочется вам рассказать. Читала комментарии сейчас только. Вчера со мной что стряслось, ребята? Как хорошо, что я блогер. У меня есть золотое кольцо с бабочками. Да хотя вы знаете, я когда его покупала, снимала для вас влог. И я прихожу домой, вроде бы с кольцом. Проходит 3-4 часа, я понимаю, что кольца нет. И я не могу понять, на каком этапе вообще кольцо пропало. Я начинаю свои истории смотреть. И реально помогло мне найти это кольцо именно мои истории. Как хорошо, что я блогер. Каждый шаг свой снимаю. Я посмотрела, что пока я была не дома, кольцо было на мне. Потом смотрю дальше история. И опять я зашла домой, я с кольцом. Я такая думаю, где-то это кольцо дома. Я прям вся извелась. Думаю, что делать все потеряла. Время где-то час, наверное, был ночью. Я просто не могла уснуть. Дело в том, что это кольцо, оно немножко мне большое. Даже вот я ношу его на самый толстый палец. Но все равно оно немного мне большевато. Я реально никогда не теряла ничего ценного. Не потому, что я такой супер внимательный человек. Нет. Я наоборот, знаете, у меня внимание такое рассеянное. Просто не случалось такое со мной. И кольцо прям недавно купленное. Поэтому реально было жалко. И действительно, вот кто что не писал, я помню, в инстаграме мне писали, ой, безвкусица, ой, дурацкое кольцо и так далее. Мне, честно, девочки, очень нравится. Я по историям поняла, что... На каком этапе я потеряла. Оказалось, что... Когда я делала мактяжи, готовилась к съемке мукбанка, я просто сняла колечко и положила на полку. Как я обрадовалась, когда его увидела. Если нечто. А еще завтра мы снимаем мукбанк с подписчицей. Так что завтра в инстаграме ждите Айсель. Будет очень много историй вместе с ней. Кстати, она тоже лесгинка. Уже случайно получилось. Как сказал мой парень, я и не сомневался, что она будет лесгинка. У меня есть, честно, к лесгинам особая любовь. Потому что это моя нация. Но я считаю, что мы лесгины очень хорошо умеем друг друга поддерживать. Даже среди моих подписчиков, я там вижу, мои подписчики заступаются за меня, вот, лесгины. Сахара лесгер, как говорит мой дядя. Вот так вот. Еще девчонки просили рассказать историю нашего ограбления. Когда я рассказывала 15 фактов о себе, по-моему, там, да, я промолвилась то, что нас ограбили. Действительно, такое было. Мы жили в частном доме, в частном большом доме. И впервые об ограблении, как бы, заподозрила я, так можно сказать. В общем, в один день вот ничего абсолютно не предвещало беды. Просто случилось так, что я ушла с уроков где-то, наверное, на два урока раньше, чем мне нужно было уходить. Я просто себя что-то плохо чувствовала, спросилась. По-моему, даже нет, нет, даже мне неплохо стало. А произошла неприятная одна ситуация. Ну, в общем, об этом я расскажу в следующем каком-нибудь видео, что там произошло с одноклассницей. Ну, в общем, я иду домой, дошла до дома. Мне сразу очень странно показалось тот момент, что входная дверь открыта. Мы миллион раз видели в разных фильмах, что если дверь открыта, то не стоит заходить. Может, там кто-то есть, грабители и так далее. Но как-то я не придала значению этому. Я подумала, наверное, домашние дома, поэтому и дверь открытая осталась. Захожу домой. Я чувствую какие-то шорохи. Какие-то шорохи, как будто кто-то есть там в соседней комнате. Но, опять же, мне просто чутье, это ноль просто. Интуиция минус сто. Оказывается, грабители знали наш режим. Знали, что в это время никого не будет дома. И они не предполагали тот момент, что кто-то может прийти. То есть я не вовремя спросилась, получается. И в тот момент, когда я зашла, грабители, оказывается, были дома. Я просто иногда, знаете, вспоминаю эту ситуацию, думаю, а вдруг бы я увидела грабителя, и он бы меня убил. Вот что бы я делала? Ну, в общем. Потом, вот я слышу какие-то непонятные шумы и захожу в комнату, где как раз-таки этот шум идет. У меня не собрана была постель, но это так и было, когда я уходила. И вы знаете, я не помню, что, например, вот этот вот стакан или что-то я положила сюда. А это вот лежит в другом месте. Я ничего не заметила, реально ничего. Просто на улице был декабрь, а в России очень-очень холодно. И окно моей комнаты открыто. И вот тогда мне показалось это очень-очень странным, что почему мое окно открыто. Блин, вот сейчас я вспоминаю эту ситуацию, но как можно было не догадаться, что здесь кто-то был. Я такая думаю, может, проветрить открыли, потом забыли. А потом думаю, входная дверь открыта, окно открыто. Что-то как-то странно, дома никого нету. Но так как это был частный дом, у нас был огромный сад, я думала, что, скорее всего, наверное, папа пошел чистить снег, оставил входную дверь открытой, потому что обычно ее мы не закрывали. Я закрыла окно, приготовила себе покушать, покушала. Но я всегда, когда кушала, в то время Ютуба не было. Я, может, даже и был просто, был не настолько распространен, наверное. Я села кушать и смотреть телевизор. Просто все как обычно. А деньги, золото, это все лежало в тумбочке под телевизором. Вот. Я заметила одну вещь. Ой, господи, как я испугалась. Я реально эту историю рассказываю вам, и, честно, я это переживаю. Я вообще сама такой человек, я вот чуть что, я сразу боюсь, вот. Вот я просто не знала, как бы я себя повела, если бы я зашла туда, а там другие люди, вот что бы я делала просто. Я, наверное, на всю жизнь заикой бы осталась. Если, кстати, у вас есть истории насчет ограбления, пишите, пожалуйста, в комментариях, мне реально интересно. Я, короче, сижу, смотрю телевизор, и я замечаю такую вещь, что на тумбочке лежат ключи. Ключи от тумбочки. Я-то знаю, что мы никогда так не делаем, потому что в этой тумбочке лежат деньги, лежат золото, всякие ценные вещи. А мне странно показалось, что ключ лежит здесь. Я думала, опять мой брат, ну, вообще не умеет ничего на место класть вообще. Дурак дураком. И потом, вечером, я маме сказала про эту ситуацию. Как-то, говорю, странно, дверь была открыта и так далее. Мама сразу не придала этому значения. Надо, говорит, деньги пересчитать. Может, что-то действительно не то. Сейчас я просто не понимаю реально наше спокойствие. То есть дверь открыта, окно открыто, ключ лежит не там. Да быстро иди проверь свои ценности, все на месте или нет. Мы настолько были, не знаю, уверены в себе, так скажем. В общем, и получается так, что на следующий день я, как ни в чем не бывало, иду в школу. Я на уроке, и мне звонит мама. Мама говорит, Айка, ты не брала деньги, которые лежат у нас здесь в ящике? И тут у меня в этот момент, как будто, знаете, кипяток, просто воды мне просто опрокинули на голову. Вот такое вот ощущение. Никому не желаю ощутить эти чувства. И у меня как будто все, как в фильмах, знаете, бывает, как мозаика все собралось. Вот почему дверь открыта. Я говорю, мама, нас ограбили. Она говорит, да нет, может быть, брат взял. Я говорю, зачем брату брать золото и деньги, которые лежат там? Я говорю, мам, помнишь, я вчера тебе рассказывала, что я пришла домой, дверь была открыта. И тут маму тоже, знаете, такой ступор. Он говорит, сейчас я позвоню брату. Позвонила брату, брат тоже не в курсах вообще. Я помню, как сейчас я просто зашла в класс, телефон зазвенел, я вышла, поговорила, зашла в класс, взяла, начала собираться. И учительница мне такая говорит, куда ты идешь, куда ты собираешься, это вообще то, что себе позволяешь. Во время урока встаешь и выходишь и так далее. Но я как будто, знаете, ее не слышала. У меня как будто вот такой вот туман. Я просто вот так вот, как робот, собрала вещи и ушла. Потом учительница увидела, что что-то со мной не так и перестала уж придираться. Потому что, знаете, я особо такого хулиганка никогда не была. Наверное, есть причина, что я себя так веду. Вот я сейчас вам рассказываю, вам кажется, ерунда, но бывает. Ну, просто такое осознание, что когда тебя не было, по твоему дому ходил какой-то человек-грабитель. Забрал деньги, золото. Проблема заключалась в том, что наш дом находился как бы в центре города. Но не совсем центр, знаете, как везде новостройки и получается посередине наш дом. Любой человек из новостройки мог бы, если неделю просто следил за нами, он бы узнал у кого какой режим и в какое время дома никого не бывает. Поэтому Никогда не храните свои деньги дома. Даже к черту вещи. Из-за каких-то материальных благ могут вас тоже убить. Не дай бог, конечно. Поэтому я предпочитаю даже если у меня 10 рублей там. Все пусть будет на карточке. И в то время, кстати, родительские деньги, все все было там. А у брата была своя карточка. У меня брат никогда в жизни не копил. Но один период он летом то есть, когда были каникулы в школе, он просто подрабатывал и заработал некоторую сумму денег, которую очень боялся потратить. Поэтому он ее положил на карточку. А карточку отдал маме и сказал, даже если я буду убивать себя, не отдавай мне эти деньги. И вот получилось так, что только деньги моего брата остались. А все мы были в нулях. А, кстати, еще мое золото осталось. Буквально где-то за неделю до этого случая мне было, наверное, не знаю, ну, может, 12 лет. Я маме сказала, что я хочу, чтобы мои ювелирные изделия лежали у меня в комнате. Мама сказала, да потеряешь еще что-то. Я говорю, нет, я хочу, чтобы отдельно у меня все это лежало. И вот как будто я это чувствовала. Они взяли эти деньги, которые лежали там и, наверное, не успели дойти до моей комнаты. В принципе, у меня много чего-то и не было. Пару сережек, там, пару колечек. Вот так вот, ребята. И грабители не нашли. После этого мы решили переехать. в квартиру. Квартира безопаснее. Везде видеонаблюдение. Причем в этих новостройках очень хорошо. Везде камеры. Можно все отследить, проследить, увидеть. Да и вообще не нужно, мне кажется, рисковать. Сейчас люди, мне кажется, не пойдут на ограбление ради какого-то телевизора, который они завтра продадут за 8 тысяч. То есть сейчас люди охотятся именно на деньги. И деньги никогда не держите дома. это прям... Вот честно, каждый раз, когда я вспоминаю эту историю, я просто не понимаю одного. Если ты заходишь домой и видишь, что у тебя дверь открыта, ты видишь, что у тебя окно открыто, почему ты сразу не бьешь тревогу и не говоришь грабители? Не идешь сразу проверять деньги на месте или ценности. Я просто, если честно, в тот период всегда думала, что это... Все такое бывает только в телевизоре. И как-то были даже слишком спокойны. В общем, на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Берегите себя. Это самое главное. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok